Разум сделай. В общем, если... Так, стороны не против? Против. А где адвокат? А где адвокат? Адвокат здесь. Где он? Пусть дойдет адвокат? Так же, что Казаков, являясь начальником оперативного админия УФСКР, Российской Республики Тарстан, в общей обязанной соответствии со статьей 2-й федеральный закон РФСКР, в том числе и следствие законного права на протяжении УФСКР, в период времени за 60-х годов по 2014 год, явно в ходе за пределы Совета УФСКР, в общей правительстве пропуститься по службе ТПУ, создавая условия для незаконной деятельности, направленные на грабительность, и последующие струкно-карстические следствия на территории Божьей Казани. Действуя из личных интересов, вопреки интересам службы, с целью улучшения статистических показателей управления ФСКР Российской Республики Тарстан, а также создания видимости эффективной работы оперативной службы ФСКР, организовала незаконное приобретение хранения, принос к изготовлению и работам наркотических следствий в особо крупном размещении, и в следующем обстоятельстве. Так, не вознесите, в октябре 2011 года, пропыт, действуя на основании разработанного Казакова плана и боевого Казани, приобрел на территории города Казани наркотических следствий, героин Масли. Вокуп 500 грамм, который привез на съемную квартиру, расположенную по адресу город Казани, Чистопольская, дом 68, квартира 26. Далее Фатыху действуя по указанию Казакова, наконец-то уж указан в квартире, смешал в блендере приобретенный героин с актовым риском и детским гумилировым чаем, а полученную смесь расфасовал по сверсткам и положил в сумку даму Буга. Далее Фатыху действуя по указанию Казакова, и позднее 5 дн. 11 класса передал сумку правового, который отвергся ее на территорию рынка Казакову, расположенную по улице журналистов 100, город Казани. Я ставлю ее там в огромном месте, сообщив о ее местонахождении, по дырку, в котором в свою очередь сообщил городу Казакову. Далее на основании ксенированной Казаковой информации, 5 дн. 11 класса следственной оперативной группы ФСК, был осуществленный выезд на территорию рынка Гитарус, расположенный в городе Казани на улице журналистов 100, где в ходе осмотра места происшествия была изъята вышеуказанная сумка с наркотическим учетом героиня. Далее на основании справки эксперта об исследовании 6 ян. 11 года, согласно которой представленный экспертизу существует, является наркотическим средством героиня общей массой 10 кг, 10 кг, что является особо крупным размером 6 ян. 11 года, следовательно, у ФСК воздушного главного дела по части 1 статьи 30 пункта 1 статьи 228, 1 главного кодекса идет в отношении сторонных птиц. Так, и вы как бы пояснили, что он является пенсионером у ФСК, и, соответственно, он сдал уже свое удовлетворение. Каким образом он может использовать личные связи, не выходя на работу, не выходя на... Получается, в отношении других сотрудников тоже от каких-то приводных мер? Казаков занимал довольно-таки высокий пост управления федеральной службы, которые забывают наркотиков. Долгое время проработал там, с чем у него остался огромный круг знакомых в правоукраинской министерии. Я в настоящее время не могу точно сказать, что он там выйдет на кого-то именно. Но чтобы пресечь, именно оказание доверия, и для того, чтобы Казакову не скрылся, а то было предоставлено следствием суда, не сопрепятствовавшими бы иным способом отбавшись угрызла в стол. В следствии считают, что необходимо убрать зимой меропрочтение в виде исключения расслуживания. Если этот материал дела возрождение участников процесса, учитывая, хвататься следует по приближающему удовлетворению. Казакову подозрали совершение ряда средней тяжести тяжкое и особо тяжкого преступления против государственной власти интересного государственного службы. Следующие выводы следят о том, что он может скрыться о том, что в следствии судовной заняться преступной деятельностью, погружаясь свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, иным путем успешных, в основном является обоснованным. Основания для отказа от бедеринга кадрского суда не имеются. Данные о том, что подозреваемые имеют заболевания, при нынче которых невозможно его содержание под стражей отсутствует. На основании изложенного суда постановил избрать подозреваемого Казакулу и Олеговичу меропречения в виде заключения под стражу с содержанием СЕ1 сроком на 1 месяц 13 суда, то есть до 13 декабря 14 суда.